Вы затронули тему эмоционального интеллекта. Вы знаете, что у казаков очень высокий эмоциональный интеллект. Это даже на уровне ДНК можно проверить. У меня есть знакомая, которая, кстати, в Новосибирске, в России, они вот проводят исследования, то есть и там слюну отправляешь, и тебе говорят, да, какие у тебя способности. И оказывается, вот я у неё спрашивала, какая способность есть вот практически там у каждого второго казахстанца, да? И она говорит, что эмоциональный интеллект. То есть вот как его развить? Вот вы говорите, что вот мы можем, в принципе, справляться, да, со своими эмоциями. Вот как это в себе развить? Вот как вы в себе это развили? Нужно понимать себя, своё состояние. Даже вот в связи с карантином очень интересно. Я наблюдала себя. Во-первых, когда возникла эта ситуация вот с вирусом, сперва я задаю себе вопрос. Так, ты готова уехать из Москвы? Ну как же я уеду, если у меня дети учатся, у меня дела? Я не могу бросить и резко куда-то уехать. Соответственно, если даже я словами говорю супругу, слушай, может, уедем? Может, покинем уже Москву? Внутри я не хочу. То есть вот эта реакция, то есть снаружи я говорю эмоционально, всё, поехали, давай, но анализирую. Вот ты говоришь одно, а внутри чувствуешь другое. То есть вот этот постоянный анализ, то есть прожектор направляем на себя, на свой внутренний мир и анализируем, что мы чувствуем, как внешние факторы отражаются внутри нас. И если, например, мы предполагаем, что мы уставшие, что нас не устраивает, например, шум дома, дети шумят, играют, мы говорим, можно потише, они не реагируют, да? Мы говорим второй раз, можно потише, товарищи, я уже не вытерплю, всё, я вас предупреждаю. То есть мы уже заранее предвосхищаем события тем, что мы эмоционально можем взорваться, например, в такой ситуации. Или же если супругом, там семейная пара, например, идёт куда-то, если супруг как-то вот бывает, бывает, что там, ну, это не у нас, я говорю в общем, это будет консультации. Бывает так, что, допустим, жёны бывают ревнивые, или на периоде знакомства бывает, что там девушка, так как она хочет обладать полностью своим спутником жизни, она может как-то вот эмоционально реагировать, тут уже нужно тоже ей просчитывать, понимать, что вот здесь она может сорваться, она может как-то эмоционально отреагировать. Вот если она на грани, да, Зиля, вот если она вот... Вот, это опознавать. И уже не может сдержаться. Вдох, выдох и смотреть наперёд. Здесь уже включается мудрость. То есть мы не роботы, мы должны понимать, что будет потом. Ну вот она взорвётся, да, ну вот она что-то колкое, такое гадкое, кислое кинет в мужу. Ну это же не укрепит их отношения. Обидится один, обидится второй, да, а не уже будет какой-то конфликт. Чтобы этого избежать, нужно наперёд стараться. То есть это определённая мудрость, не просто так. Наперёд увидеть, к чему это приведут, эти действия. То же самое испортить отношения, испортить настроение очень легко. И это уже должен каждый человек понимать, что вот эмоционально, вот пришло в голову, я отреагировал, человек разумно так не поступает. Он знает, что у него есть сила воли, он может все свои эмоции укротить. То есть идёт такое укращение. Ну, нефс есть тоже в мусульманской культуре, слово нефс. То есть всё, что приходит на язык, не говори. Десять раз подумай, это один раз отмерь, да. То же самое пророк Мухаммад, если говорил, что? Говори благо или молчи. То есть и в семье это мы постоянно повторяем, повторяем, потому что детям это и взрослым, но и детям тоже, младшим особенно, не просто сдержать свои эмоции. Этому учится человек годами, только ближе даже к 35 годам человек может, это в лучшем случае, конечно, как-то себя сдерживать и говорить то, что нужно, а не то, что пришло тебе быстро на ум. Ну вот первые три года для семейной пары всегда самые сложные, да, вот кто не выдержан, как правило, разводится. Вот как пережить? Вот если мы говорим о том, что, ну, всё-таки мусульманские семьи создаются достаточно рано, да, там в 20-летнем возрасте, вот в 20 лет энергии много, да, там и ревности много, ну, то есть вот очень, все эмоции, они такие вот прям иногда на грани, да. Как вы справлялись со своими эмоциями? Поделитесь, вот как вы смогли правильно выстроить вот эти вот первые три года, да, то есть вот когда говорят же, мы привыкаем друг к другу, да, притираемся, то есть учимся жить друг с другом. Я знаю, что у вас есть, вы ведёте семейные дневники, да, то есть у вас есть там семейные правила. Вот что вы порекомендуете молодым семьям, когда есть любовь и есть огромное желание эту любовь пронести через все невзгоды, да, там, и отношения со свекровью. То есть там будет куча всего, вот самое главное – сохранить это и пронести. Ну, смотрите, вот первые три года, мы говорим, да, это такое и в психологии, и в теории семейной психологии есть, что первые три года – это непросто, потому что идёт адаптация двух личностей, у которых у каждого из них свои привычки. Если брать, ну, это я попозже скажу, как пример нашу семью, но если брать, вот, интересно, у меня один такой, они знакомые, они, что, жили в Минске, Белоруссии, и продали квартиру, дом, продали квартиру, дом у него очень такой трёхэтажный, шикарный, и переехали в Бурсу. Бурсы – это в Турции такой город, ну, духовно богатый. То есть это не Анталия, не Стамбул, не Анкара. Они выбрали специально этот город, чтобы дать детям, ну, передать ему сумасскую культуру. Это их было желание, и удобно им было в плане работы супруга. И я удивилась, почему же они всё продали, и так прямо вот резко решили поменять вектор и место своей жизни. И они сказали супруге, когда я говорила, она говорит, что мы сожгли все мосты. Соответственно, когда девушка уходит в семью мужа, она сжигает все мосты. Ей уже пути назад, в тёплое родительское гнёздышко возвращаться нельзя. Она должна по крупицам, по кирпичику, строить свою жизнь. И, соответственно, созревает душа, переходя через эти трудности, невзгоды. Если брать вот в таком цифровом отрезке, 20 лет – непростой период, 20-23, потом опять, допустим, ближе к 40 годам какие-то изменения, потом ближе к 60 годам. И в Куране тоже говорится, что человек зреет ближе к 40 годам. Но вот этот начальный период важно не паниковать. Если брать даже себя, я не знала, что такое... То есть я училась, во-первых. Я была студенткой третьего курса, мне было 20 лет. Я не знала, что такое, что у мужа есть, оказывается, мама с папой. Я даже не понимала этого. Нет, когда мы встречались, вы о них и не думали. То есть когда мы встречались... Да, мы даже встречаться-то не встречались. У нас было две недели. Он с Шамилью предложил, я согласилась, и прошло у нас две недели, и всё, у нас был никяк. То есть мы были готовы. Ему была дана команда, бабушка его, что пора жениться. С моей стороны тоже была команда выйти замуж, что уже пора. Внутренне так готовность была. И всё, как бы готовность есть, подходим друг к другу. То есть вы не встречались, вас просто познакомили, да? Не то, что встречались или познакомили. Мы знали, что есть он, что есть я. Мы встречались по делам. То есть был журнал «Мусульмане», по-моему, называется. Он выходил несколько лет, и вот там мы по делам как-то пересекались. То есть такое начало было. Но была влюблённость? Чувства какие-то были? Ну это, смотрите, вообще вот я предполагаю, что это и в мусульманской традиции, так, это не только у нас. Вот такая страсть, влюблённость, это всё раскрывается потом. То есть в начальном этапе я даже всем, кто создаёт семью, и в книге вот «Свои секреты семейного счастья», я тоже вот книга... Я обязательно приобрету эту книгу и прочитаю. Да, вот в ней тоже пишу, что на начальном этапе вот эта влюблённость, она только мешает. Вот эта страсть, она мешает, потому что ты не видишь человека таким, каким, какой он есть. Тут такие розовые очки, которые всё смывают. Ты не видишь, какие у него привычки, какие традиции, какие у него ценности. Но если человек трезво оценивает, подходит он ему как спутник жизни, тогда всё хорошо, человек уже выбирает по разуму, но симпатии, естественно, должна быть. То есть тут уже идёт именно слово «симпатия». Мне кажется, что это очень интересно ещё, да, вот уже в семейной жизни узнавать человека. Вот как раз то, что вы говорите, как сохранить вот эту страсть, яркость красок, это как раз вот раскрывается годами. Из года в год, как вот раскрывающийся цветок, даже карантин. Интересно, да, 20 лет прошло супружеской жизни, но я увидела супругу с другой стороны. То есть вот эти 4 недели в заперти мне позволили увидеть, что у меня муж такой трудяга. Он в 5 утра вставал и в 23.00 только ложился спать. То есть он на работе-то он работает. Ну, я думаю, ну, работает-работает, но не до такой же степени. А оказалось, что он может не завтракать, не обедать, он полностью погружается вот в рабочий процесс, что для мужчины, конечно, вообще классно. Ну, жена в данном случае должна помогать ему остановиться, сказать, дорогой, слушай, 4 недели мы в карантине, может, уже хватит. И это уже отдельная история, если хотите, я тоже расскажу, продолжение конца нашего карантина. Обязательно к этому вернёмся, уже после карантина. Дай Бог, чтобы мы из него вышли. Вот мы поняли, да, что вот всё-таки страсть, она мешает, потому что наоборот иногда бывает, что ты влюбляешься в человека, да, выходишь замуж, снимаешь розовые очки и видишь, что он совершенно недуховный человек, да, что у него есть очень много недостатков, с которыми ты не можешь жить, да, и вот что вообще не подходят друг другу. И всё, страсть ушла, влюблённость ушла, а любви как бы и не осталось. Поэтому вот как вы порекомендуете, да, девушкам понять, её это мужчина или не её в 20 лет? Это же ведь очень сложно. Основное должно быть понимание, что из одной культурной среды желательно, чтобы человек был, то есть где человек бывает часто. Если в библиотеке, значит, будет читающая. Если на дискотеках, значит, будет гуляющая. Если где-то там на работе, значит, будет трудяга. Вот мы как раз на работе встретились, видимо, так вот мы и работаем. Ну, вам очень повезло друг другу, потому что я, честно говоря, не знала вот вас близко, да, вот через Шамиля Арифатовича, через его Инстаграм, я увидела Зилю Аляудинову, узнала, что вы мама шестерых детей, вы пишете книги, как муж ваш, понимаете? Вы успеваете с детьми, да, вот у вас старшему сколько, 17-18 лет, по-моему? И младшему, получается, где-то годик, да? Полтора, да. Полтора годика. То есть это вот есть женщины, у которых двое детей, они вообще ничего не успевают. У вас шестерых детей, вы тренинги читаете. Вы вот прям с Шамилем Арифатовичем идете прям параллельно. Ну, я бы не сказала параллельно, потому что мужчина... Ну, вы так чуть-чуть отстаете. Вы так знаете? Ну, вы за ним, короче. Где-то редко. Да, то есть тут нету такого, что это параллельно, у каждого своя сфера деятельности, то есть у Шамилем Арифатов, вы понимаете, что это его деятельность, это его образ жизни в том числе. Ну, 20% это семья, дети, да? 80% это работа. У женщины наоборот. То есть у меня 80% это семья, дети. Я должна всегда держать руку на пульсе каждого ребенка, что он чувствует, какие у него успехи. Это образование, духовность. Все это должно быть таким свежим и эмоционально, опять-таки, эмоционально чутким друг к другу. Поэтому я не могу полностью углубляться в дела, которые вне семьи. Это будет мне правильно. То есть это не входит в мои ценности, скажем так. Но 20% да, это необходимо. Почему опять-таки? Опять-таки цель для того, чтобы как, ну, свою уникальность в каком-то свете проявить, да? Свои творческие способности. То есть не писать я не могу. Это то же самое, что не дышать. То есть это хочется делать, поэтому нужно делать, я понимаю. И что еще? Опыт мамы. Вот вы тоже, допустим, да? Вы работаете так самоотверженно, аж два эфира в день у вас. Наверное, три эфира было, да? Могу и три, да. Могу и три, да. Вот, то есть ваш опыт, он передается детям. То есть дети, они рядом, они вас видят, они, несмотря на то, что как бы вы как бы своими делами занимаетесь, но они чувствуют и перенимают вот эту вашу включенность в деятельность. Поэтому обязанность матери тоже быть включенной в социальные проекты. И когда я вот консультирую, тоже буквально вот неделю назад была консультация, и мама, у нее один ребенок, она говорит, вот я говорю, Дилихана, не знаю, мне вот как-то отодвинуть работу или все-таки мне и работать тоже? Она спрашивает. Я говорю, не работать нельзя. То есть вот занятость вне дома обязательно должна быть. Я говорю стандартную фразу, но для меня стандартная, что семья – это мир женщины, но не его границы. Поэтому нужно расширять границы, и это будет полезно детям. Диля, скажите, как быть мудрой женой? Вот вы 20 лет замужем, вы мама шестерых детей, да? Вы говорите, я слежу, то есть вы держите руку на пульсе и знаете, чем живет каждый ваш ребенок, да? У кого какие задачи, кто с чем справляется, кто не справляется. При этом у вас такой известный супруг, да? Один из самых, наверное, известных, популярных имамов в СНГ. Вы и сами, да, тоже публичная личность. Вот как оставаться при всем этом графике, да? То есть это вот кажется со стороны, друзья, что это легко. На самом деле я понимаю, что это такой большой труд. Вот как оставаться при этом мудрой женой. Какие у вас есть рекомендации, секреты, методика? Ну вот если брать, смотрите, начальный этап, мы сказали, 3 года, да? Потом проходит 6 лет, рождаются дети, и тоже идут изменения и внутреннего человека, и душевные, потому что это не просто родить ребенка. Мы знаем, что целая жизнь у нас появляется рядом. То же самое, когда девушка входит в семью, она видит иную культуру семьи, куда она попадает, и это тоже опыт, это тоже помогает расти. Допустим, вот первые 6 лет, первые 5 лет, мы жили прям в шести местах. То есть у нас был такой непростой период, когда квартиру, которую родители предоставили, супруга, Шамик Азет, решил продать, и я была этому рада. То есть у меня в голове было прям, чтобы было свое, прям начать с ложки-вилки, почему-то такое вот было. Я была этому рада, и вот этот постепенный этап приобретения своего жилья, что удалось тоже непросто. Шамик Азет очень старался, он ставил цели, он двигался к ним. И до этого, до того, как мы переехали в свою квартиру, мы жили с родителями супруга. И тогда я увидела то, что вот бывают разные характеры, да, и это тоже прибавило знаний мне. И я считаю, что мама супруга, она мой учитель. То есть это учитель по жизни. Ну да, бывает, конечно, суровый учитель, но это очень полезно, и это как раз помогает мудрить. Поэтому папа Шамик Азет, это был очень добрый тоже человек. Пусть место его будет в раю, его и сейчас нет уже в живых. Но, то есть он мне никакого, ни одного такого тяжёлого слова не сказал. То есть у меня очень-таки тёплые воспоминания, что тоже влияет на дальнейшее вот это приобретение опыта мудрости. А сколько лет вы прожили вот с родителями супруга? Мы прожили год. Год, да? Да, год. А в одной квартире, потом год в другой. Потом мы жили в Ромашково. Это такое село из мультфильма Ромашково. Помните поезд, да? Да, 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 да. Мы пропустим пение соловья, мы пропустим всю весну. Вот мы как раз в этом Ромашково и жили тоже примерно год. Но это такое тёплые такие мои воспоминания, потому что это был такой наш уголок. То есть это не чей-то дом был. Это мы снимали, такой домик на природе. И вот там я поняла, что скоро у нас будет своё что-то. Вот это вот духовный какой-то вот настрой был там у меня. А согласна ли вы, Зиля, что вот молодожёны первые два-три года должны пожить со свёкром, со свекровью, для того, чтобы понять, как вы говорите, традиции этой семьи, да? Породниться с этой семьёй, да? Вот чтобы как-то чувствовать их ближе. А у казахов такая традиция, да? У нас вообще традиция, по нашей традиции, с родителями живёт самый младший сын. Но вот если нет, допустим, там, скажем, ну, если несколько сыновей, то живёт младший сын. Если единственный сын, то живёт сын, да, и там, единственный. Да, ну, традиции такие национальные, они, конечно, имеют место быть, но с психологической точки зрения должна быть, конечно же, сепарация. То есть пожить вместе, если обстоятельства так складываются, можно, да, и нужно как вот от карантина извлекать пользу от этого. Но понимать нужно, что у каждого должна быть своя норка, своя берлога, свой дворец или свой замок. Поэтому каждый должен сам, желательно, чтобы строил свою крышу над головой. А то, что, как это, допустим, можно соседний дом, пожалуйста, можно один... На одной площадке, да, лестничной? Да, на одной площадке. Мы, допустим, живём в Москве в квартире, в одном доме наша семья на, каком, на восьмом этаже, а мама супруга живёт на шестом этаже. То есть мы рядом, мы всегда в случае необходимости можем друг к другу забежать, узнать, как дела. То есть это очень удобно и детям, и взрослым. Поэтому лучше, конечно, отдельно. Спасибо большое. Расскажите нам вот о семейных правилах, которые существуют в вашей семье, вот об этом дневнике, да, который вы ведёте, о том, что каждый ребёнок там... Это моя дочь, Диана. Так, это младшая дочка, да? Да, это у меня двое детей, сыну 15, и вот дочери 6 лет. Так, 15 лет. Сын я вашего видела, тоже маленькую, тоже видела, но ещё кто-то у вас... Нет, нет, у меня двое детей, это мои племянники сейчас у нас в Нурсултане. Да, 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 я поняла. Потому что вы говорили про сухор, про ифтар с ними. Да, они держали один день, потом не выдержали. Ну, хотя бы несколько часов, это тоже хорошо. Они с утра до пяти вечера выдержали. Да, это очень хорошо, и за это тоже нужно хвалить, подбадривать, то есть это для них достижение. Молодцы, тоже очень хорошо. Ну, я знаете, что заметила, вот касательно вот, как раз мы с вами будем сейчас говорить о ваших семейных ценностях, да, о ваших правилах, в вашей семье, что вот я заметила, что если в семье хотя бы один человек держит уразу, вот в Рамадан, да, то это как-то вот заражает и заряжает других, да. Если в твоей семье вообще нет ни одного человека, то есть люди вообще не в курсе, что Рамадан сейчас. Да, на самом деле, но это даже касается не только Рамадана, это касается вообще духовных ценностей, то есть каждый человек, который носит в себе веру, любовь к Творцу, практикует религиозные какие-то каноны, или даже просто тепло относится к вере, это уже, знаете, как вот, это до такой степени ценно, это проявляется в мелочах. Да, допустим, если вот взять человека, который, ребёнка, который рос в обычной семье, допустим, светской, да, родители не соблюдающие, но потом, когда, ну, родственник, допустим, какой-нибудь, да, постился, и он тогда приходил к нему в гости и видел, что тот не ест. И на ифтар оказалось, что они вместе сидят и едят. Пусть это будет разово, один-два раза, если ребёнок это увидит, потом, через, допустим, года, это может вылиться и выявиться так, что ребёнок говорит, я хочу следовать этому пути. Или то же самое, вот мы ехали, ну, таких случаев очень много, когда люди вспоминают, кто же внёс вот эту каплю веры в их жизнь. Не обязательно это родители, это может быть родственник, знакомый, сосед, но любой человек, который тепло относится к вере, должен понимать, какую огромную миссию он выполняет. То есть он облагораживает общество, он улучшает жизнь людей. Мы возвращались с поезда сюда, вот в дом, на такси. И таксист оказался, ну, такой говорливый, оказывается, из Москвы он, привёз сюда, в Татарстан, этот водное шоу. Но из-за карантина здесь остался, застрял. Вот, ему нужно кормить животных раз в неделю, там 15-20 тысяч рублей ему нужно. Он, получается, сколько, три недели был в панике, потом у него депрессняк начался, и он говорит, всё, мне надо работать. И вот он вышел второй день таксистом, и оказалось, что нас везёт, да? И мы час ехали, и час без остановки говорили. И вот он рассказал, там, слово за слово, свою жизнь. В конце говорит, я пост буду держать. Слышно, да? Ага. Я, говорит, пост буду держать. Да, только слышно, слышно. Да, и я в том году, говорит, уже держал. Я говорю, а у вас что, в семье это, как вы так пришли, тепло начали относиться? Нет, у меня, говорит, родственник дядя, оказывается, тоже держал пост, и намаз выполнял. Вот я к нему, говорит, часто приезжал, особенно летом. И вот это у меня осталось в памяти. И я, говорит, такой хулиган был, начиная с 13 лет. Я, говорит, столько хлопот родителям это доставил. Но в 18 лет начал ходить в мечеть, постепенно выровнялся. Сейчас я, говорит, не ем свинину, не курю, не пью, и вот буду держать пост. И вот он работает с утра до вечера. И такой пробивной шустрый, то есть хулиган сам по природе своей, да? Но благодаря вот этим ценностям ислама он может себя дисциплинировать и свою энергию направляет на продуктивность. То есть он этим администратором работает. То есть выводит, договаривается, пробивной, короче, такой энергию из него прям вот льется. Я даже не знаю, сколько вам лет-то. 29, то есть самый такой пик энергичности и который сочетается вот с этими духовными ценностями. Поэтому и это можно приводить на всех. То есть даже дети, которые соблюдают пост или же, ну, выполняют намаз, читают Куран, когда они оказываются в школе в России. Вот, например, 12-летний наш ребенок был в классе, у них тема была ислам. Ну, никто ничего не знает, естественно. 30 человек, и он там один-одинешенник, мусульманин. Ну, зато он встал и рассказал, кто такой пророк Мухаммад, да, что такое Куран. Вот это очень классно. Потом старший сын, например, у них была правовая система, тема, он как раз правом занимается, и тема, правовая система в исламе. что это такое, там, как каноны выводятся, и джма, и так далее. То есть, вон, они это обсуждали. То есть, каждый из нас, и вы, и я, и наши дети, и близкие, они являются носителями вот этих вот ценностей, и если это внутри нас есть, то, естественно, это выходит и приносит пользу, я верю этому окружающим. Если брать даже дочку, которая носит вот головной бор, это вообще как такой флаг, байрак, да, воскужный байрак. То есть, это такой флаг, который показывает, какие у нас ценности. Ну, на нас очень сильно повлиял Шамиль Рифатович. Я, честно говоря, не собиралась держать у разу, потому что, ну, из-за карантина, из-за коронавируса, я думала, что, наверное, это, наверное, как-то еще больше, да, там есть риска, ну, из-за того, что целый день не будешь пить воду, и вот у тебя будет все пересыхать. Ну, вот у меня были такие мысли. Но после того, как Шамиль Рифатович объяснил, что можно полоскать горло, да, то есть рот, что можно там, если вдруг у тебя не дышит нос, заложило, можно побрызгать там аэрозоль, что можно принимать душ, заниматься спортом, то есть он как будто бы раскрыл глаза на многие вещи, да, и, честно говоря, я не читала до этого его перевод, именно вот Порох его читала, вот богасовский перевод Шамиля Рифатовича не читала. Я после этого начала читать, вот так получилось, что тут мне моя соседка принесла Куран в переводе с вашего супруга. Затем мы провели второй эфир перед урозой. Я думаю, ну, столько знаков, чтобы не держать, уже, я сказала, я буду держать, и вот у нас в семье все практически держат, и Шамиль Рифатович нас, вот я знаю, что очень сильно повлиял и на моих друзей, кто смотрел, вот пересматривал это видео, потому что просто мы не совсем как бы в курсе, да, у нас Казахстан же светское государство, и мы знаем, как держать урозу, но мы, может быть, слишком боялись что-то нарушить, и поэтому лишний раз старались там, ну, как-то вот, там, если держишь, то вообще ничего нельзя, да, а когда вот Шамиль Рифатович сказал, что можно и полоскать, и душ принять, и спортом он, оказывается, занимается, и вот больше всего меня, знаете, что вдохновило, когда он сказал, как у него проходит истар, что он в мечети пьет стакан воды, съедает один финик и одно зеленое яблоко, все, я думаю, ну, неужели вот такой человек так говорит легко, и вот сейчас вы не поверите, я вот пью воду, ем один финик, и вот не хочу много есть, да, 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 то есть организм и вообще желудок, он уменьшается и как раз удовлетворяет свои подревности малым, это здорово. Ну и понимаешь, что живем там и не только для того, чтобы потреблять, да, и довольствоваться благами, да, 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 ну давайте вернемся к вашим семейным правилам, вот расскажите нам, шестеро детей, это целое государство в государстве, да, вот как вы, какая у вас конституция в семье, какие правила, если нарушил, какие наказания, ну смотрите, то, что говорите, дневник, да, это семейная тетрадь, которая, она удобна чем? Тем, что если договариваешься о чем-то, нужно это фиксировать, потому что сегодня сказал, завтра уже забыл, и все, это выяснение, это портится настроение, отношения, а если ребенок хочет что-то, во-первых, я учу обязательно доводить до конца свои желания, пожелания, если ты что-то хочешь, пожалуйста, аргументируй, зачем тебе это, для чего, ну, то есть все, со всех сторон, вот это свое пожелание, опиши, и я подумаю, то есть скорее всего, я соглашусь, если ты сможешь аргументировать, это первое условие, наш уже семилетний Хаким тоже интересно, тоже это понимает, когда придется что-то попросить, например, я хочу игрушку, я говорю, ну, зачем она тебе, ну, напиши, сколько стоит, откуда возьмешь, к какому сроку, к концу рамадана или там, к сентябрю, он уходит, сперва как бы расстроенный, потом через час-два возвращается с уже новыми идеями, новыми аргументами, и готовый написать вот в этой тетради условия, договор, во-первых, дату, когда мы это сделаем, во-вторых, в каких там объемах это будет, то есть все нужно фиксировать, поэтому эта тетрадь удобна тем, что она лежит на видном месте, если мы проходим семейное собрание, вот обязательно всем рекомендую собираться после намаза, мы делаем обычно после пятого намаза, все прочли джематом, и какие-то актуальные вопросы, которые сложно, обсудить в разнобой, потому что у всех свои дела, все в такой в ритме интенсивном, обычно вне карантина, конечно, поэтому после пятого намаза удобно все обсудить, потом и зафиксировать опять-таки в семейную тетрадь, это рекомендую, вот, что еще, относительно правил, и вот относительно того, что мусульманская семья, у вас в вопросе было, это, какие правила у вас в мусульманской семье, ну вот это, знаете, мусульманская семья мне немножко слух режет, почему, потому что, когда говорят, вот это словосочетание мусульманская семья, в современном мире, какие-то ассоциации, даже у меня, не совсем позитивны, то есть это какой-то строгий, жестокий муж и такая послушная, покорная, терпящая жена, то есть почему-то вот так, и все мусульманские семьи разные, то есть если мусульманин, то нужно приглядеться, какие привычки, какой образ жизни, то есть все важно на самом деле, поэтому я скажу, что да, мы семья, которая понимает, что все наши действия, там, наше образование, наше работа, наше питание, наш образ жизни, да, наш спорт, все-все-все, как вот ручейки, все стекается в океан любви к Творцу, или же другими словами, как это тропинки, тропы, там, дороги, которые все вливаются, опять-таки, в стезю к дорогу, к любви к Богу, то есть это все туда приводит, нам все это только для этого, с этой целью, вот это в нашей семье важно, и это смысл жизни для нас, передать вот эту любовь к Творцу, нашим детям и последующим потомкам, если это будет реализовано, значит, мы жили не зря, но рядом с этим мы, конечно же, сторонники развития всех способностей, наши дети, дочка, допустим, входит в художественную академию изящных искусств, она рисует, и рисует профессионально, старший сын тоже любит рисовать, он прям смело берет холст, масляные краски, и рисует, и также граффити ему нравится, и четверо из детей ходят в музыкальную школу, потому что звук – это нечто, вот это звук Кур'ана, это дыхание, умение взять, выдохнуть, потом звук, который мы слышим везде, то есть даже наш голос – это звук, и вот у наших детей, ну и у Шамиль Хазея развит этот музыкальный слух, и у меня, я оканчивала школу фортепиано семь лет, вот это, видимо, передается детям, что они как бы очень чутки к звукам, и просто просят вот эту грамотность музыкальную, умение виртуозно использовать пальцы и слух, то есть это очень такое умение важное в нашей жизни, и, соответственно, вот мы такие немножко, может быть, неординарные для мусульманской семьи, но для нас это норма, и мы считаем, что Всевышний нам даёт возможности каждому из нас раскрывать этот потенциал, то есть… Я думаю, что это вот как раз заслуга Шамиля Рифатовича в том, что он как-то, ну то есть он может объяснить, да, простыми словами, вот смысл Курана, смысл вообще ислама, то есть каноны, да, ислама, потому что вот он говорит, ислам не должен ассоциироваться с бедностью, да, то есть в Куране написано там от старта до финиша, от рождения до смерти Всевышний проверяет нас в делах, да, то есть он говорит, развивайтесь, учитесь, будьте лучшими, становитесь богаче, вот этого, мне кажется, не хватало очень многим, то есть вот понять это, поэтому вы в каком-то смысле даже, может быть, вот вы говорите, что вы нестандартная мусульманская семья, я думаю, что вы как раз пример современной такой мусульманской семьи, где можно, да, и нужно придерживаться всех канонов, но при этом развиваться, не уходить только вот в веру, только в молитву, да, что вот человек там дочь рисует, сын занимается правом, что вот все, потом я вот, кстати, когда на вас подписывалась, подписалась на сына Ислама, на Софию дочь вашу подписалась, увидела, что у Шамиля Рифатовича есть старший брат, он тоже, по-моему, имам, да? Да, 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 да. То есть у вас, по-моему, вся семья, и он тоже какой-то популярный, да, по-моему, имам? Ну, он имам соборной мечети, да, и имам Москвы, муфти Москвы, считается. Муфти Москвы даже. Да, вот, вот, поэтому они два брата, да, в такой религиозной, духовной сфере работают, ну, каждого свое направление, но они вместе. Ну, это очень, на самом деле, мне кажется, вот для нас, для современных жителей, это очень важно, да, то есть у каждой эпохи должен быть, наверное, такой проповедник, да, который вот будет на нашем языке говорить, то есть это же очень важно. Да, это важно, именно не то, что ислам – это тяжело, или это жестко, или это как-то строго, нет, то есть это система, которая раскрывает способности человека, улучшает его жизнь, приближает к Богу, развивает любовь к последователям, творца и посланникам, пророкам, ну, то есть вот эта вся система, она гармонична и пропорциональна, то есть нету скосов. Но, к сожалению, видите, у нас, например, в стране, да, вот мы столкнулись, у нас есть же и радикальные, да, мусульмане, которые вот у нас были истории, как вот мусульманские семьи, да, там уезжали в Сирию, и жены ехали вслед за мужьями, и потом вот наше государство, наш комитет национальной безопасности, возвращал уже жен с детьми, без мужей, потому что они там погибли. То есть, ну, вот как-то, я не знаю, в мире есть, конечно, и радикальный ислам, да, то есть есть нормальный ислам. Вот мы, как светские люди, да, вот, которые живут обычной светской жизнью, мы хотим быть, соблюдать каноны ислама, мы хотим тоже держать пост, но вот только Шамилю Рифатовичу удалось как-то доступно это всё объяснить. Поэтому вот я, например, ну, не могу читать на арабском языке, да, Куран, и на казахском, к сожалению, тоже не совсем всё понимаю, хотя пробовала. И вот его, богасовский перевод, начала читать, вот половину уже прочла, очень многое мне стало понятно. Это же просто книга жизни, там все правила, всё расписано. Да, 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 да. Вот книга жизни, да, и как раз говоря о правилах, как раз хочу тоже сказать, что какие правила, например, в нашей семье о том, что вы говорите, многое из того, что есть в Куране. Это уважение к старшим, во-первых, да, то есть обязательно общаться, принимать все особенности родственников. То есть мы понимаем, что каждая семья, каждый человек, он имеет свои привычки, да, свои особенности, но несмотря на это, наша задача поддерживать родственные отношения, иметь уважение к старшим. И также попутно хочу сказать, что у нас 9 мая будет вебинар, посвященный теме семейное счастье, где как раз мы даём возможность участникам увидеть семью изнутри. То есть всем интересно, что же происходит, как вот какие-то семейные, бытовые вопросы решаются. И вот в этом вебинаре мы как раз с мужской точки зрения, Шамиль Хазад будет говорить 9 мая, полтора часа я буду рассказывать как раз тема о том, как жена себя чувствует в семье, как муж и жена что делают, и также дети, то есть жена и дети. То есть разные такие вопросы мы будем там раскрывать. И приглашаю людей. Всех подписчиков. Это будет 9 мая? Это будет 9 мая 12 часов, да. 9 мая в День Победы. В День Победы мы сделали специально, да, именно в этот день, чтобы подчеркнуть то, что как раз вот это тоже одно из наших правил. Каждый за всех и все за одного. То есть если это семья, это команда, и каждый влияет друг на друга, это уже семейная психология. Зиля, вот скажите нам, как ваши эстеродетей, да, как вы, вот, скажем, развиваете, да, культивируете вот это братство, да, семейное, чтобы вот каждый вот брат за брата, за сестру, сестра за брата, чтобы все были за одного. Это, во-первых, правило, которое озвучивается в нужный момент. И если, каждый это знает, но есть опять-таки эмоциональный накал. Допустим, сегодня даже одна дочка держит пост, старшая хочет заснуть, а младшая хочет в это время делать уроки, ей 10 лет. В одной комнате и читает вслух, но, естественно, старший говорит, но не читай, иди в другую комнату, смотри, там много комнат, почему ты здесь? Я хочу здесь. Вот. И тут началась такая перепалка, эмоции, и что, я прихожу и говорю, ну, во-первых, человек старше тебя, давай поймем, что нужно просто поменять дислокацию. И вот в эти моменты, в моменты каких-то таких шумит, неурядец, конечно же, входит или там старший ребенок успокаивает младших, или же я как родитель вхожу вот в эту ситуацию и разъясняю. То есть эмоции нужно остудить, сказать, ну, подожди, давай ты сперва отдохнешь, а потом будешь делать уроки. То, что я сказала дочке. Она говорит, нет, я хочу сейчас сделать, мне надо сейчас, сейчас, у меня время, видишь? Я говорю, в таком состоянии не делают уроки, надо сперва отдохнуть. Все, она это услышала, пошла в другую комнату, обняла младшего, легла, лежит. Минут 10, все, успокоилась, вышла, спокойно зашла в комнату, взяла учебники и ушла. То есть вот это жизнь. И вот мы не застрахованы, никто из нас не знает, в какой момент что случится. Но вот эти правила жизненной ценности, ценности семьи, они помогают из всего извлекать пользу и благополучно выходить из любых ситуаций. Ну вот, значит, правила какие? Мы команда, один за всех. Когда плохо одному, плохо всем. Интересно, что когда у нас старший сын, ему сейчас 17 лет, у него такой период сепарации начинается, когда он уже планирует, что вот он будет жить один, что там дома много шума, я хочу уже сам. Но я его понимаю, потому что нужно упорядочить мысли, нужно увидеть приоритеты. А когда такое, такая там суматоха, естественно, как-то его это всё смущает. И вот он, когда уехал жить к студентам какой-то период, я смотрю, все дети это почувствовали. Во-первых, младшие стали скучать. Потом у нас начался период заболеваемости. То есть он ушёл, и для всех это был огромный стресс. Первые три дня все знают, где, 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 где. Ну, вот так он захотел, надо адаптироваться. Только адаптировались, всё, переболели все. Вернулся, опять-таки, старший. Надо к новому уже адаптироваться. То есть нужно уважать старшего, нужно понимать, что ему нужна своя территория. мы уже додумались, огородили его зону шкафом, чтобы ему было спокойно. И действительно, это всем понравилось. Все прям сказали, да, это ему надо, мы будем к нему в гости ходить за шкаф. Оценили, да? Ему стоило только уехать, как оценили брата, поняли, как они его сильно любят, и всё, он пришёл, и все уже его ждут. Да? Да, и поэтому вот, когда у успеха у одного все радуются, когда неудачи, все стараются помочь, зайти, посочувствовать. Если попало кому-то от папы, все бегут успокаивать, что случилось. Вот, кстати, попало от папы. Мне интересно, вот вы ругаете детей в семье? Ну, смотря кто ругает. Во-первых, нужно понимать, что мужская и женская позиции разные. Мужчины, если начнём с них, то понимаем, что это тестостерон, это сила, это, ну, рука одна, как у медведя, да, если попадёт, то мало не покажется. Поэтому, конечно же, если идёт накал ситуации, я начинаю мимика показывать. Подише, подише. Младше. Если младший начинает визжать, пищать, всё. А как маленького успокоишь, да, не успокоишь сразу. Естественно, там старшим может попасть, и тут или я буфером как-то стараюсь, или же уж попадает, бывает, не без этого. Но вообще, конечно, всё спокойно, сами говорят, очень доброе, рассудительное, и мы всё обсуждаем. То есть всё, все вот недовольства, что это было, почему так произошло, мы всё обсуждаем. И когда такая какая-то ситуация, конечно, всем тяжело. То есть мы все понимаем, что кто-то сорвался, это могут быть дети. Но всё-таки, мне кажется, что строгость в семье, это хорошо. Это лучше, чем вообще полная какой-то, знаете, полная демократия и ходи хоть по потолку. Нет, конечно же, смотрите, где есть намаз, вот намаз, это вообще жёсткая дисциплина, на самом деле. Потому что взять омовение, это дело, собраться, выполнить намаз. И вот Всевышний не зря нам дал такую закалку, что мы всю жизнь должны это стараться делать. Поэтому я говорю, что намаз, это дисциплина. И, соответственно, если в семье есть вообще дисциплина, понимание, кто что должен делать, это очень важно. И если брать вот позицию мамы, у меня в случае необходимости я повышаю и голос, считаю, что это педагогически правильно, потому что я показываю своими эмоциями, что нельзя относиться, допустим, ну, бывает, что какой-то кисляк, например, у какого-то ребёнка, да, он начинает издеваться над младшим. Прямо вот я использую это слово, потому что ему самому плохо, и он решает так в тихой хоп-хоп-хоп-хоп, задевает нервишки младшего. Тогда я говорю, слушай, давай прекращай, не понимает. Второй раз говорю, давай прекращай, сейчас попадёт от меня. То есть вот такие ситуации, они должны решаться именно строгостью и категоричностью. То есть у нас в семье никто не имеет права обижать другого. Если у тебя плохое настроение, ну, займись, иди полежи, поспи, но ты не имеешь права разрушать мир другого человека, потому что разрушить очень легко, а вот именно согреть душу, потом, успокоить тяжело. Зиля, с вашего позволения я подключаю наших подписчиков, нас смотрят почти две тысячи, ну, почти три тысячи человек. Друзья, у вас есть возможность сейчас, уникальная возможность задать вопрос Зиля Леудиновой маме шестерых детей, супруге известного имама Шамиля Рифатовича Леудинова. Друзья, задавайте вопросы, я думаю, что многие из вас сейчас почерпнули для себя очень многое, я сохраню это видео, у вас будет 24 часа и плюс обязательно залью на YouTube для того, чтобы вы могли всегда пересматривать и очень много для себя узнать. Как вы думаете, что еще укрепляет брачный союз? Вот помимо семейных правил, вот в 20 лет, как все, что вот 20 лет вы в браке, вот как сделать так, чтобы каждый день был всегда, вы знаете, в удовольствии, чтобы не было вот этой усталости от отношений? Ну, как вот я и сказала, что даже в карантин мы увидели друг друга с разных сторон. Я в том числе увидела себя, что я очень свободолюбивая, то есть, когда меня заперли в квартире, сказали не выходить, не гулять, я говорю, дорогой, ну ты же заплатишь штраф, ну дай мне погулять. То есть, я даже в карантин я выходила, гуляла, несмотря на угрозу штрафу. И, то есть, вот это раскрытие черт характера в течение жизни очень важно. И, что укрепляет семейную жизнь? И вот ваш вопрос, неужели никогда не было конфликтов, тоже то, что вы писали? То есть, конфликт, это столкновение интересов, и к этому мы подходим очень разумно. То есть, чтобы кричали, там, конфликтовали, это вообще, нет в природе нашей семьи, это неприемлемое слово для нас, потому что каждый из нас обладатель разума, и если я хочу что-то донести до супруга, я это озвучиваю, никогда эмоциональный накал, опять-таки эмоции, да, то есть, нужно сперва остыть, не с разумом млекопитающего кидаться на человека, а сперва в состоянии человеческое, успокоиться, и потом уже идти на диалог. Если я не могу озвучить, потому что, опять-таки, эмоции женские, они такие, что часто плачешь, если что-то действительно серьезное, и тогда я в письменном виде излагаю свои мысли, и уже даю, он читает и какие-то решения мы принимаем. То есть, любая ситуация, когда столкновение интересов бывает в семье, а это нормально, нужно как раз это все обсуждать, раскрывать, и тогда отношения просто цветут. Всевышний дает такую благодать, что ты расширяешься, семья расширяется и становится еще крепче, сильнее, и в том числе приближается с благодарностью к Творцу. Вот, еще какой важный момент, конечно же, слышать друг друга и реагировать на эмоции. То есть, если у одного состояние такое грустное, ну, пойми, это тоже. А бывает такое, что Шамир Рифатович грустит, вот спрашивает, как подбадриваете супруга? Что, может быть, в стрессе он может вообще находиться? Ну, смотрите, это вообще, так как я и консультирую, вот, семьи, ну, не парами, а отдельно. Я всегда объясняю, что нужно понимать человека. То есть, если, вот, допустим, в последний раз была женщина, она говорит, что у нее муж ушел с хорошей должности, решила начать свое дело, и через месяц начался вот этот кризис, сейчас он погрузился весь в электронные игры и не знает, что делать. Вот я тогда как раз в таких ситуациях, когда, к примеру, или же вообще, когда мужу тяжело на душе, ты это сразу видишь, нужно, конечно же, молчать, не нервировать, присмотреться. В таких случаях, в таких случаях, мужчины, они молчат, они собирают мысли, они эмоционально слушают себя, и если еще женщина вывязает, это плохо. Поэтому нужно, наоборот, постараться вывести, помочь, разведить ситуацию тем, что нравится. Допустим, вот у этой женщины, у нее муж любил смотреть эти экшн-фильмы. Она просто ходила так брезгливая, ой, ты опять эту кровь смотришь, ну что же такое, опять эти боевики, а ему нужен. Вот я говорю, ну вы тоже сядьте, ну свое посмотрите, не хотите, если можете, ну хотя бы пять минут это посмотреть, это вас будет уединить как раз, это поможет вам выйти из этой ситуации. Поэтому все требует искусства. В общем, женщинам всегда нелегко, женщина всегда должна быть на чеку. Вот с этим я вот согласна, да, то есть все держится на хрупких женских плечах. Ну нет, не то, что на хрупких женских плечах, это такая задумка творца, что мы здесь временно, и вот наша жизнь отрезком там, ну человек, как я говорю, это тело, которое проживает один век. Чел это тело, а век это век. Поэтому вот за этот короткий промежуток времени нужно не растрачивать силы и энергию на ссоры, споры и выяснения отношений, а наоборот нужно помочь воспрять духом, помочь взять новый уровень и двигаться вместе муж и жена и дети к единым ценям и ценить вообще жизнь здорованную Богом. А вот, кстати, у меня вопрос был, и тут тоже девушки задают вопрос, вот гаджеты, да, я подписалась на ваших детей в инстаграм старших, Ислама, Софию, то есть вы не против того, чтобы дети вели социальные сети, да, то есть что-то публиковали, то есть вот отношения ваши вот к гаджетам, к телефонам, айпадам, айфонам. Это очень большая, важная тема, тема современности. Чем позже ребенок начнет использовать сенсорные телефоны, тем лучше. Допустим, сейчас вот младшая дочка, ей 11, она уже настойчиво требует, чтобы у нее был какой-то гаджет, я ее понимаю, и пока, отмалчиваюсь, но вижу, что уже ребенок понимает, что это такое и для чего ей нужно. Если брать 12-летнего, 13-летнего сына, то тут контроль обязательно, то есть как он использует, не смотрит ли там какие-то глупые, вот то, что вы сказали, тик-ток, да? Да, тик-ток. Тик-ток приложение, ну, я видела надписи тик-ток вот в каких-то смешных роликах, но я их не смотрю обычно, если кто-то присылает даже, то есть, видимо, я где-то увидела, но я спросила у детей. Началась 10-летняя, говорю, ты, ты знаешь, тик-ток приложение? Она говорит, ой, нет, ты что, мам, мне вообще не надо туда лезть. Хорошо, потом спрашиваю 15-летний, говорю, ты тик-ток знаешь? Ой, мам, да ты что, мозги маленькими становятся. Потом у 17-летнего спросила, он, во-первых, написал мне ха-ха-ха и сказал, ну, это вообще пустая трата времени, вообще, это не наша мама, и всё. То есть, мы понимаем, что гаджеты это современная реалия и нужно это использовать очень мощно. Во-первых, это аудиокниги, обязательно нужно детям приноровиться слушать. Это также возможность читать, возможность видеть интересных людей, то же самое ваше интервью, допустим, с Радиславом Гнадапасовым я отправила старшему сыну, потому что очень полезная для юноши там темы были. То есть, вот быть в курсе всего этого важно современному мусульманину как верующему. Также, что, то есть, понимать, что время самое ценное, что у нас есть, и как мы его используем. Нужно научить детей культуре использования гаджетов. Если мы смогли донести эту культуру, а это многократным повторением происходит. То есть, вы тоже написали вопрос, проверяете ли там соцсети детей, да, мы изначально, начиная там прям с детского возраста, закладываем такую программу, что всё, что вы делаете в гаджетах, в сетях, это останется навеки. Поэтому очень много случаев, когда там поднимаются материалы, и даже какой-то священник, когда был, интересно, я вспомнила, попутно вам говорю, его назначили на какой-то пост священника, то есть, хорошая должность, но тут подняли его прошлую жизнь, и оказалось, что он там голышом с женщинами и так далее. То есть, нужно понимать, что есть мусульманская культура, это наши ценности, и важно им следовать. И вот это вот получается культура использования гаджетов позволяет детям сейчас пользоваться Инстаграмом. То есть, мы знаем, что они уже привиты тем, что хорошо, что плохо. Поэтому, если они пишут свои мысли там, они получают отзывы, и это тоже показывает, какие бывают люди, бывают какие-то там, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, то есть, используя правильно соцсети, дети приобретают опыт. А как они относятся к критике? То есть, они наверняка в социальных сетях встречают критику, да, может быть, без хейтеров, я знаю, никто не живет, ни один публичный человек. Вот, это тоже есть, и это тоже опыт. То есть, нельзя упускать возможность, если есть желание ребенка, если у него позволяет возраст, а это начиная с 15 лет, не раньше, не рекомендую раньше, потому что еще, ну, нервная система ребенка, его формирование хрупкое, поэтому вот до этого не надо, а если они уже сами могут видеть, что хорошо, что плохо, если родители рядом могут посоветовать, как относиться в тех или иных ситуациях, тогда это хорошо. Давайте, последний вопрос, вот сестра пишет, начала читать намаз и убрала из дома телевизор, разве это запрещено? Я вспомнила своих родственников, которые не отмечают Новый год, они читают намаз и не отмечают никогда Новый год, то есть это разве запрещено? Смотреть телевизор, там, встречать Новый год. Ну, смотрите, тут, что значит запрещено? Вообще, начнем с телевизора, давайте, это проще. Давайте. Да, что такое телевизор, это трата времени. У нас нет телевизора давно, сколько лет, шесть-семь нет телевизора, я даже не представляю, как можно жить с экраном, который все время мелькает и дает мне информацию ненужную. Я живу четко, вот то, что вы сказали, иметь стратегию семейную, да, то есть верующий человек должен математически точно планировать свою жизнь. Телевизор не дает такой возможности, он все выливает в нашу голову, поэтому телевизора у нас нет и это не связано с тем, что это харам или запрещено, это не эта тема. Но это не харам, да, если у человека продолжает смотреть телевизор, там, новости, Netflix. Ну, смотрите, с религиозной точки зрения запрета нет. Человек может смотреть мир животных, да, там, планета, то есть много таких просветительских хороших каналов, которые можно использовать во благо. Поэтому это не запрещено. Новый год, если брать Новый год, то тоже, если, то есть каждый по-своему трактует кто-то слишком категорически, мы говорим, что Новый год это государственный праздник, к которому мы относимся очень спокойно, мы с ним не враждуем с этим праздником. дети ходят на мероприятия школьные, если хотят, но они обычно не хотят, потому что там им неинтересно. Они возвращаются домой и говорят, ну, что мне делать на этом концерте Нового года? Не хочу. Учителя пишут, почему ваш ребенок не перешел на праздник Нового года? Я пишу, ему неинтересно, вот он и не пошел. Или, допустим, дома. Вот отмечаете вы или нет 12 часов речь президента. В этом году мы речь президента слушали, в прошлом году, допустим, мы бегли спать, не слушали, бывает по-разному, по-разному. То есть елку вы не наряжаете? Нет, ну вот елка, понимаете, дети говорят, ну вот давай принесем елку, а зачем? Во-первых, это мусор, во-вторых, это, ну, это, кто хочет, пожалуйста, это не... А вот ваше, ваше детство, вот ваше, там, ваше 7-8-9 лет, вы елку наряжали дома? Я в детстве помню запах хвои, как ставили елку, вот это прям основание, да, вот это... Да, настоящая натуральная сосна или елка. Да, но это то, что дети, если хотят, можно ставить. Интересно, вот одна мамочка говорит, я очень хотела вот поставить елку, чтобы мы сделали руками елочные игрушки, идите, чтобы сами повесили, ну, как творческий процесс, но муж не дал, не разрешил, поэтому нужно понимать, что надо относиться спокойно, то есть мы не несем никакой там смысл в это мероприятие, это обычное мероприятие. У нас, у мусульман есть два праздника, это Курбан и Рамадан, вот тогда мы наряжаем дом, да, мы приглашаем гостей, мы чувствуем праздничную атмосферу, ну, Новый год это ничего, это и как бы обычное такое действие вне государственных праздников, как вы сказали, да, это государственный праздник, но если вы хотите, можете встретиться с родственниками, почитать Кур'ан, сделать дуа, то есть это может быть и поводом для укрепления родственных отношений. Зиля, спасибо вам большое за такой шикарный эфир, я благодарю вас, вашего супруга, вообще за знания, которые вы передаете и за то, как вы, вот знаете, таким простым человеческим языком всё нам объясняете, вот очень, вы прям наш, для светских мусульман, вы нам прям окно в ислам, то есть вы нам очень легко, доступно многие вещи объясняете, поэтому вам особая благодарность и очень хочу прочесть вашу книгу и пожелать вам, вашей семье крепкого здоровья, чтобы у вас было ещё больше энергии, ещё больше сил у ваших детей, чтобы вы нас радовали своими знаниями, своими книгами, своей информацией, которую вы несёте в этот мир. Благодарю вас, спасибо большое. Спасибо. Друзья, с нами сегодня была Зиля Ляудинова, мама шестерых детей, мусульманский коуч, писательница, подпишитесь все на Зилю Ляудинову, на её детей, там вот вы сейчас, когда подпишетесь на Зилю, там вся семья Ляудиновых выйдет, я вчера тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык на всех подписалась. Да, спасибо большое, Шамиле Рифатовичу большой от нас привет. Хорошо, да, я отключаю, да, всех поздравляю с Рамаданом, жизненных сил, энергии, пусть Всевышний примет наш пост и примет все наши дуайджалы. Спасибо большое. Уразака был Боссен. Спасибо большое, друзья, увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok